О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Кровавый фестиваль. Десятки погибших, сотни пострадавших. Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе? Непризнанный референдум. Сколько жителей Каталонии проголосовали за ее независимость и почему мир не признает выбор? Нелегкий путь поправок. Как нардепы собираются голосовать за судебную реформу и когда возьмутся за пенсионную? Самая масштабная в истории США трагедия с применением огнестрельного оружия. Так назвали произошедшее этой ночью на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. С 32 этажа фешенебельного отеля киллер открыл беспорядочную стрельбу по людям. Около 60 человек погибли, свыше 500 ранены. Дмитрий Анопченко обо всех деталях этой кровавой ночи. Весь сегодняшний день Америка задается вопросом, можно ли было предотвратить то, что случилось в Лас-Вегасе. И ответ силовиков, мы не могли этого предусмотреть. Территорию, где проходил музыкальный фестиваль, взяли под усиленную охрану, но стрелок пронес оружие в гостиничный номер на 32 этаже, расположенного рядом отеля Мандалай Бэй, и оттуда открыл беспорядочный огонь по зрителям, стреляя из окна. Люди в панике бежали, куда глаза глядят, до последнего не понимая, откуда летят пули. Началась стрельба, и все думали, что это фейерверк или что-то вроде того. Затем все стали падать на землю, и каждый раз, когда кто-то пытался встать, мы слышали выстрелы. Было очень страшно. Я поднял свою жену, и тут же подбежали два парня с окровавленной девушкой на руках. В нее, видимо, стреляли. Спецназ уже через четверть часа добрался до номера, где засел киллер. Выломали дверь, преступник погиб при штурме. Его личность установили сразу. Мужчина зарегистрировался в отеле под своим именем. Его зовут Стивен Пэддок. Год рождения 1953. Что касается его истории, мы еще не полностью изучили этот вопрос, но в комнате, где он жил, найдено много оружия. Киллер из местных. Жил в доме для престарелых. В базах данных за всю его жизнь не нашли ничего криминального, кроме нескольких штрафов за неправильную парковку, ни связи с криминалитетом, ни симпатии к радикалам, ничего. Поэтому и стали отрабатывать бытовые версии. И для следователей стало полной неожиданностью заявление исламского государства. Мол, берут на себя ответственность. А стрелявший несколько месяцев назад якобы принял ислам. Так ли это? Сейчас выясняют у тех, кто знал Пэддока. А вот ответ на вопрос, как он пронес оружие в номер, уже понятен. У входа в отель нет металлоискателей. А постояльцы могут спокойно поднять на лифте свои чемоданы прямо из прилегающего к отелю гаража. Пэдок при поселении был только с ручной кладью, не вызвал подозрений, а потом забрал из машины и поднял в номер спортивные сумки с оружием. И начал стрельбу. Стрельба в Лас-Вегасе. Самое масштабное преступление с использованием огнестрельного оружия за всю историю страны. Даже два года назад, во время расстрела посетителей в клубе в Орландии, жертв и то было меньше. И для Америки сейчас очень важно сделать выводы, что предпринять, что сделать, чтобы не допустить подобного. Но ответа пока нет. Ведь свободная продажа оружия принципиальный момент. Как для республиканцев, так и для самого президента Трампа. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Предварительно украинцев среди погибших и раненых во время стрельбы в Лас-Вегасе нет. Об этом сообщил украинский МИД. Какие последние данные о жертвах трагедии мы узнаем у Дмитрия Анопченко. Он на связи из Соединенных Штатов. Дим, здравствуй, тебе слово. Ну, на самом деле, о последних данных говорить пока очень сложно. Даже не только мне, но и властям. Дело в том, чтобы пострадавших, раненых, погибших доставляли в разные больницы и госпиталя. Доставляли их и полицейские машины, и просто попутки. И на данный момент власти не понимают, сколько всего людей пострадало. Говорили, вначале 50 погибло, 200 пострадавших. Потом сказали, 58 погибших, до 500 пострадавших. Цифра эта меняется только потому, что вот просто в эти минуты многие люди в реанимации, многие люди на операционном столе. Цифра будет меняться. Но уже сейчас понятно, это самая масштабная трагедия в Соединенных Штатах с использованием оружия. Катя. Дима, какова реакция властей, в частности президента Трампа? Ну, разумеется, все ждали от властей, произнесут ли они одно только страшное слово. Скажут ли они, что это теракт? Буквально меньше часа назад была пресс-конференция, в которой принимали участие и губернатор штата, и мэр Лас-Вегаса, и силовики. Слово теракт они старательно избегают. Говорят о том, что пока что у них нет данных, которые позволяли бы свидетельствовать о том, что каким-либо образом киллер был связан с зарубежными террористическими организациями. Вышел сегодня к прессе, вышел с обращением к нации и президент Трамп. Тоже сдали, скажет ли он слова теракт, исламский терроризм. Нет, он старательно их избегал. Он говорил о том, что нация должна быть едина, что он будет молиться, как и вся страна, и сказал, что произошедшее это дьявольский промысел. Вот, послушайте. Дорогие американцы, нас объединяют скорбь, шок и горе. Вчера вечером стрелок открыл огонь по огромной толпе на концерте кантри-музыки в Лас-Вегасе, штат Невада. Он жестоко убил более 50 человек и ранил сотни. Это абсолютное зло. ФБР тесно сотрудничает с местными властями, чтобы помочь расследованию. Они будут сообщать новую информацию о продвижении дела. Ну и здесь важно отметить, что, вот посмотрите, Трамп не сказал ни о ходе расследования, ни слова. Не сказал ни слова о преступнике только для того, чтобы не лить воду на мельницу исламского государства, которая сегодня уже заявила, мол, они стоят за этим кровавым преступлением. Так ли это? Что произошло на самом деле? Сейчас будет определять расследование. И вот под личный контроль его взяли и новый глава ФБР, и генеральный прокурор страны, и лично Дональд Трамп. В среду он отправится в Лас-Вегас. Катя. Дим, спасибо за детали. Дмитрий Анопченко был на связи со студией с последней информацией о кровавом происшествии в Лас-Вегасе. А накануне этих трагических событий президент США сделал громкое заявление, традиционно в Твиттере, касается оно КНДР. Переговоры с Пхеньяном Трамп назвал пустой тратой времени и посоветовал американскому госсекретарю больше не искать контактов с руководством Северной Кореи. В самом госдепе обещают заставить КНДР отказаться от ядерной программы вплоть до применения силы. Пхеньян в ответ пригрозил штатам устроить конец света. Конец демократии. Так в Каталонии оценили действия Мадрида во время вчерашних событий в регионе. Напомню, при попытке проголосовать на референдуме от рук силовиков, направленных властями Испании, пострадали сотни человек. На сегодня в Барселоне сообщили, что за независимость проголосовали 90% тех, кто участвовал в референдуме. В Мадриде парировали, никакого референдума вообще не было. Продолжит Алексей Пшемызский. Полупустые улицы. Кто-то смывает граффити после вчерашних демонстраций. На каждом шагу газеты с фотографиями вчерашнего насилия со стороны полиции. Для местных жителей происходящее стало шоком. Я думаю, что позиция правительства Испании правильная, но действия полиции и нацгвардии нет. Как они могли бить стариков и детей, которые пришли на избирательные участки? Так нельзя. По данным властей Каталонии, число пострадавших в стычках с полицией уже возросло до 900 человек. У многих переломы, разбиты головы и ушибы от резиновых пуль. Сегодня в полдень тысячи барселонцев собрались на митинг у здания мэрии, требуя наказать полицейских. А жители окраин в знак протеста несколько минут били в кастрюли. На центральных улицах города люди освистывали проезжающие мимо полицейские конвои. С самого утра сотни людей сегодня сходятся к центральному полицейскому участку Барселоны, которые оцепили испанские правоохранители. Здесь до сих пор десятки бронированных полицейских машин. Люди кричат, предатели, убирайтесь из города. В ответ к митингующим вышли полицейские с винтовками для резиновых пуль. Люди стали скандировать убийцы. Это было ужасно. Они говорят, что у нас демократия, но это не так. Смотрите, они снова взяли винтовки. Еще три года назад в Каталонии запретили применять против митингующих резиновые пули. Они называют референдум незаконным, но сами нарушают закон, используя эти ружья. Однако до стычек не дошло. Митингующих удалось успокоить. Тем временем правительство региона провело сегодня экстренное заседание. Президент Каталонии Карлос Пучдемон потребовал от Мадрида немедленно вывести из Каталонии всех испанских правоохранителей. Мы требуем немедленно вывести всю испанскую полицию из Каталонии и положить конец репрессиям против нашего народа, которые привели к невиданному насилию. Мы готовы к переговорам через посредников. Нам нужно вернуться в нормальное русло. Однако прежде всего прекратить насилие. По словам Пучдемона, он готов к переговорам с участием третьей стороны. Это может быть Евросоюз. При этом сегодня ранее президент Каталонии заявил, что все равно в течение нескольких дней направит результаты референдума в парламент, чтобы депутаты проголосовали за независимость региона. Если это произойдет, то будет создана независимая каталонская республика, отдельная от Испании. О том, что двери для переговоров открыты, заявил официальный Мадрид. Однако сценарий независимой Каталонии, судя по всему, там даже не рассматривают. Пример министр Испании Мариано Рахой заявил, результаты голосования не признает. Он также сообщил, что вчера в стычках пострадали и 30 полицейских. Никакого референдума о самоопределении Испании не было. Эти события только вредят нашим дальнейшим отношениям. Большинство каталонцев показали, что они не хотят нарушать закон и не приняли участие в этом фарсе. Правоохранители действовали на основании закона и выполнили свою работу. Если Каталония попытается объявить независимость, Мадрид грозит применить статью 155 Конституции, позволяющую лишать местной власти право управлять регионом, если это несет угрозу целостности страны. А у Каталонии отобрать автономию. Это будет в том числе и значить, что местная полиция, которая пока что в конфликт не вмешивалась, перейдет под управление Мадрида. Каталонские полицейские уже оказались под перекрестным огнем. Мадрид открыл против полиции региона дело за то, что они не помогали испанским коллегам зачищать избирательные участки. Тем временем Каталонский суд также открыл против местной полиции дело за то, что не защитили людей от насилия. Полиция региона уже заявили, каковы бы ни были команды, против своих же людей не пойдут. Значит ли это, что в Барселоне могут появиться испанские танки, будет известно уже в ближайшие дни или даже часы. На завтра в регионе запланирован масштабный страйк с участием всех каталонских профсоюзов. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Каталонский референдум нелегитимен, заявляют в Брюсселе и призывают стороны к диалогу. Такова позиция Еврокомиссии, а вот лидеры европейских стран события в Испании предпочли не комментировать. Больше деталей у Елены Абрамович. Каталонский референдум нелегитимен, согласно испанскому законодательству. С таким заявлением выступил представитель Еврокомиссии. Если бы референдум состоялся должным образом и Каталония отделилась, это привело бы к исключению региона из ЕС, отметил он. Что же касается насилия, то открыто осуждать действия испанской полиции в Брюсселе не стали. Мы призываем всех участников, которых это касается, очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не сможет быть инструментом в политике. Мы доверяем лидерству премьер-министра Мариану Рахоя, чтобы урегулировать этот процесс с полным уважением к испанской конституции и правам граждан. О том, что насилие неизбежно, если суд запрещает референдум, журналисты говорили в стенах Еврокомиссии не раз. И здесь отвечали только одно – это внутреннее дело Испании. Заставить комиссию вмешаться в ситуацию пыталась группа евродепутатов, но достаточной поддержки среди коллег они не нашли. Реакция евроинституции – это провал. Европарламент, комиссия постоянно говорят об уважении прав человека, фундаментальных правах и демократии. Но когда дело доходит до дела, они молчат. Журналисты издания «Политика» обратились за комментариями к руководству и Еврокомиссии, и Евросовета, и Европарламента. Все отказали. Немецкий канцлер Ангела Меркель тоже воздержалась от каких-либо заявлений. А ее представитель пояснил – Берлин за стабильность в Испании. И важно, чтобы там все происходило согласно действующему законодательству страны, то есть испанскому. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Судебная реформа пенсионная, и если хватит голосов – старт медицинской. Украинские нардепы снова нарезают себе задачи на неделю и расписывают все буквально по часам. Спикер грозит, не будут укладываться в график, не видать им перерыва на обед и парламентского буфета. Выполнима ли миссия об этом в следующем материале. Две предыдущие пленарные недели нардепы посвятили одному единственному законопроекту о судебной реформе. Все из-за количества поправок. Но теперь из 4000 осталось рассмотреть чуть больше 500. А на это уйдут уже не дни, а часы. Тем не менее, попытки откорректировать проект закона тщетно. Ни одна из поправок не находит нужного количества голосов. Но авторы изменения от своего отступать не собираются. Я думаю, что за вевторок все поправки формально будут проведены. Но что получают люди на выходе? И згружение права участников процесса, и отсутствие согласности судового процесса. И когда каждый судья становится Конституционным судом в лапках. И когда людям запровадживают шаленые штрафы за так называемое зловживание правами. Это голосование за процессуальные кодексы. Причем и те изменения, которые эти кодексы однозначно погрешат. Ничего спильного с судовой реформой это не имеет. Зато в коалиции полны оптимизма. Когда закон о комплексной судовой реформе технично затягивается незлеченною количество правок, я широко считаю, что это злочин перед украинским обществом. И Верховная Рада должна завершить расследование и поддерживать в финальном голосовании проект этого закона. Под рассмотром количества правок и под рассмотром времени необходимого на расследование этих правок дает мне представление предпочитать, что мы имеем шанс. Сразу вслед за судебной на рассмотрении пенсионная реформа, чтобы не отступать от плана и шанс не упустить. План такой. Принимаем судовую реформу и сразу переходим к развитию пенсионного. Чтобы наша осень реформ не пришла в зиму. В адрес пенсионной реформы кризики все меньше. И поправок меньше. Из 2000 осталось около 500. И здесь, говорят нардепы, есть возможность согласовать позиции. Залишаются два вопроса непогодженных. Это вопрос, которое внесла наша фракция. Это коэффициент 1,35 и 1 при нараховании годов пенсии. Это сущая изменка. Мы должны разобраться с базой оподаткования. И второе вопрос, это сколько зараховываются индексации. Уряд propоняет 50% от средней пенсии и 50% от уровня инфляции. Про пенсионную реформу сейчас ведутся интенсивные перемоги с городом. Серьезные запоминники должны быть внесены. И, по-друге, пока есть в этом бюджете, в этом пенсионном законопроекте, наши требования о аудите пенсионного фонда и о создании электронного реестра социальных пилей. Но даже без голосов самопомощи и Батьковщины, уверены в БПП, голоса есть. Опять же, ситуативное большинство. Радикалы подсобят, которые вроде бы не в коалиции. Мы слышим от радикальной фракции Олега Ляшка такую серьезную поддержку. Я думаю, что поддерживают группы. Мы проводим работу, будут поддерживать группы. Я думаю, что поддерживают позафракционные. В планах депутатов у медицинской реформы надеются хотя бы приступить к рассмотрению. А кроме того, наконец, закон о реинтеграции Донбасса может появиться в зале. Его намерено на этой неделе зарегистрировать, правда, под другим названием. Мы бы его не називали уже как законопроект реинтеграции, а називаем его рабочей названием «Стратегия по восстановлению территориальной ценности Украины – звольнение Донбасса». В законопроекту введено, я уже сказала, поняття по визначению Росії как агрессора. Визначено, відповідно до 51 статьи, статут Організації Объединенных Наций. Наши дії вже не як антитерористична операція, а самооборона держави, що дає можливість вводити війська, застосовувати збройні формування в будь-який період на невизначений термін. Ми підтримуємо будь-який закон, який надасть можливість відновити территоріальну цілостість нашої країни політичним шляхом. Частина їх прописана в Мінських угодах. Це перш за все миротворці в зоні конфликту для того, щоб припинити стрельбу трагедії і перейти до політичного виконання. Далі в нас йде закон про особливий статус на період в 3-5 років для відновлення інфраструктури. Закон про амністию для тих людей, хто не був задіяний і не створював тяжких злочинів. І контроль над кордоном між Україною і Росією за рахунок українських прикордонників. А далі політичні речі пов'язані з виборами. Кромі законодательних випросів, у депутатов ще і кадровий. В планах, як всегда, все решить в течение недели. В четверг хотят рассмотреть кандидатуру в состав НКРЕ КП. І, по всей видимости, времени нардепам снова може не хватить. Спікер грозит оставити парламентарів без обеда. Вот только без согласия самих депутатов їх график не зменишь. А вони, як показує практика, почти всегда не готовы к сверхурочным. Екатерина Лысенко, Павел Лысенко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Столь откровенне заявлення нардепа от БПП Ірина Луценко о готовності радикалів дать голоса для пенсіонной реформы напоминает зговор і политическую корупцію. Так считає народний депутат Сергій Каплин. Вот, що він сказав. У Верховній Раді України є так звана голуба коаліція. Туди входять провладні фракції. І окремо основу цієї коаліції складає радикальна партія Ляшка. Ми почули з вами заяву представника провладної фракції у парламенті про те, що фракція Ляшка готова голосувати за пенсіонну реформу. Це приклад неймовірної політичної корупції. За це Ляшку буде заплачено стрічками в бюджеті. Вимагаю прибрати з коаліції, з українського політику, олігарха, який через своєму мандаті, своїй панді, своїй так званній партії обдарує простих українців і знищує соціальну політику нашої держави. Об ігрі радикалів на два фронта заявляють і политологи. Примерів говорят множество. Громко критикує власть, політила Олега Ляшко, коли треба, завжди виступає за рішення необхідне большинство. Так що де-факто радикали в коаліції. Неважливіші всі рішення ми голосуємо. Нова подробності скандала вокруг народного депутата від Народного фронту Юрия Берези. В СМИ появилось ім'я мужчина, якого якоби избив нардеп. Це 37-летний житель Кривого Рога Артем Белий. Він сейчас в больниці. В то же время правоохранители скупи на коментарії. Наші корреспонденты побували там, де все произошло, і посетили больного. Що удалось выяснить далі в матеріале. В 2-ю городську больницю Кривого Рога Артема Белого привезли в тяжелому состоянию. Врачи диагностировали перелом 4-х позвонков, травму грудной клетки, внутричерепную гематому. Три дня він знаходився в реанимации, був підключений к аппарату искусственной вентиляції легких. При поступлении в состояние було тяжелое, помощь оказана в необхідному об'ємі. Больной був приоперирован, знаходився в реанимации до стабилизации состояния, потім переведений в отделение. В сознані він понимає, хто він, але в обстоятельствах травму він не помнит. Общаться с Артемом врачи нам категорически запретили. Говорят, за все время його ніхто не навіщав і сам Артем не просив с кем-либо зв'язатися. Нас не пустили даже на порог отделения, де знаходиться пострадавший. У його палату виставлена охрана. Ми готовы вам дати информацию в рамках допустимого о його состояниї. І все. Артема Белого привезли в больницу із райотдела полиції в Желтых Водах, куда його доставили як подозреваемого в поджогі Дома народного депутата. Правда, більше он походил не на нападавшего, а на пострадавшего. По інформації СМІ, избил його депутат от Народного фронта Юрий Береза. Створена спеціальна комісія, яка буде перевіряти факт публікацій в засобах масової інформації стосовно того, де було отримано тілесні ушкодження, ким, і щодо належного реагування поліцейськими на заподіяние затримано тілесних ушкоджень. І вже будуть надані висновки. Все произошло в ночь з 23 на 24 сентября в селе Чумаки. Якобы Артем Белый пытался проникнуть в дом, принадлежащий сім'є нардепа. Ось він, знаходиться на окріні села. Здесь ніхто не живе, здання не достроено. Завидев нашу сім'ємочну групу, подходит охранник, настійчиво просит уїхати. Я вам даю 5 квалів. Я викликаю поліцію. Викликаєте, будь ласка, але ви заважаєте. Ви мене заважаєте. А чим я вам заважаю? Тому що покиньте наші території. О том, що здесь произошло, містні жителі, говорят, слышали. Але предпочитає особо не розпространяться. Я чула когось побили, а кого я вже не знаю. Він не місцевий? Я не буду нічого казати. Все обстоятельства сейчас расследують правоохранительные органи, но никаких подробних комментариев не дають. Говорят, покатай наследствия. Елена Менделюк, Елена Брынза, Евгений Каденцов. Подробності телеканал Интер, Днепропетровська область. В Україні участились нападения на журналистов. Только с начала года таких случаев уже больше 50. Об этом сообщили в Национальном союзі журналистов України. І по словам його председателя Сергея Томиленко, только незначительная часть дел доходить до суда. Ми вважаємо, що ми маємо прилюднювати інформацію щодо цих порушень прав журналістів. І ключове – це ми вимагаємо безпечного клімату для журналістів в Україні. Ми бачимо, що і в серйозних випадках таких, як вбивство, як побиття раніше, немає прогресу належного покарання винних, то відповідно безкарність провокує нову безкарність. Арсенал оружия нашли в одной із столичних квартир. Граната, винтовка, 7 пистолетів, патроны і пулеметна лента. Все це хранила у себе дома 48-летний мужчина. Говорит, опасні предметы купив, але де і з якою целью, розказувати, відказався. У київлянина були проблеми з законом і раніше. На цей раз йому грозить до 7 лет лишення свободи. Боєвики обстреляли жилі кварталу Мар'їнки. Ударили із гранатометів і крупнокалиберних пулеметів. Сьогодні около полудня. Жертв нет, але разрушено багато построек. Всего с начала суток противник відкривав огонь вже 9 раз. Подробніше о ситуации на передовій наш военкор Ірина Баглай. У нас все время бои, все время. У нас нету ни одного дня, щоб не було тихо. Так встречают утро в селе Зайцево под оккупированной Горловкой. Село, де, несмотря на смену названий перемирий, хлебное і школьное, мира не було ні дня. У погребі он сидел, вылезло только оттуда. Одному, що ні одного окна, нічого. Ось тільки горіли, і далі знову зробляють. Воронки от мин вражеских зажигалок наші солдати знаходять на окраині села. Расчет боєвіков прост. Поле, суха трава і пожар разгоріться в считанні минути. 120-ка на парашюте. Серебрянка була, ну, типо палит. Вони переробляють і туди закидують всякі сміси. Пілина пласт і тому подобне. Ну, нашли серебрянка тут. Тож видно було. Вот, не догуріло. Ну, повипалювати, зажигати. А ближе ко дворам – вот такие хвостовики от вражеских снарядів. Этот разорвался прямо у входа на подворье. Никто не пострадал. Дом давно заброшен. Воронкова. Вижу. СПГ-9 или ДМП-1. Мешки. Двухатажное здание школы. Там окно є внутри. Там і корректировщики иногда заседали. Вячеслав показує здание Зайцевской школы на захваченій боєвиками території села. Теперь это вражеская огневая точка, як і містная больниця. Отсюди і ведет противник огонь по сілу і по українським позициям. На стрільбу відповідали. У нас працювала ДШК, ПКМ, працювали автомати, СПГ. И даже зарившись глубоко в землю перед селом, украинские пехотинцы остаются под прицелом врага. Свої окопы наши солдаты поделили на зоны опасности. Прицельная стрельба, причем днем, признак того, что по ту сторону линии фронта произошла ротация, говорят украинские пехотинцы. Там континент поменялся, потому что, якщо раніше там стояли містні, там, донецькі, могли там за 100-200 гривень, там раніше в чергу пропустити, все. Зараз стоять нашивки «Россія», «Шевроны», всі одинакові, то есть, і там, ну, стало жорстко, і різко змінилася сама тактика ладання бою, то есть, і прицільний вагон. Местные жители, пересекаючи линию соприкосновения, полностью подтверждають подозрения наших военных. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области. Это подробности и далее в нашей программе. Харьковский тариф. Почем мэрия купила бэушные троллейбусы? И почему покупка не такая уж и выгодная? Тепло по прогнозу. В правительстве обещают не привязывать отопительный сезон к датам, какие ЦУ раздали на места. Вкладывать больше денег в Украину призывает Австралию премьер Владимир Гройсман. Он встретился с главой сената этой страны Стивеном Перри. Тот впервые приехал с визитом в Киев. Говорили в основном о реформах и об увеличении объемов торговли. По словам Гройсмана, в первую очередь Украину интересует сотрудничество в нефтегазовой и металлургической сферах. В обход всех запретов. Как российские производители удобрений зарабатывают на украинских селянах и почему на серые схемы в Киеве закрывают глаза, подробнее в нашем следующем сюжете. На любую меру найдется контрмера. Пошлины, которые ввела Украина специально для российских удобрений, производители научились быстро обходить. Появились желающие подзаработать, всплыли серые схемы, да и с составом начали химичить. Основной показатель для любого продукта, минеральных удобрений, это содержание азота. В карбамиде, в карбамидоаммиачной смеси или в селитре он указывается вот так. За что цепляется российский производитель, когда поставляет нам аналогичные продукты с содержанием азота порядка 34%, но с микродобавками. Пошлины микродобавки не учли. Вынужденные меры касаются только основных продуктов. Ввели их еще в мае этого года в Минэкономразвитие для уменьшения импорта российской продукции и продовольственной безопасности в Украине. Но не помогло, уверены украинские химики и аграрии. Объемы поставок российских удобрений в этом году только выросли. А все потому, что у этих производителей, по информации наших источников, есть украинские лоббисты и партнеры. Это всеукраинский аграрный совет и один из нардепов. Доля российских минеральных добров на украинском рынке сагает практически 40% загального обсяга рынка. И вы только вдумайтесь, на третьем году войны находятся спритные делки, которые продолжают лоббиювать завезение российских минеральных добров. Вместо того, чтобы создать украинского национального производителя и усиливать его. Антидемгеновые пошлины обходят следующим образом. Добавляя в селитру серу, фосфор, кальций, получают продукт аналогичный аммиачной селитре, но не попадающий под пошлины. То же самое делают и из карбамидов. Добавляя немного серы, эти продукты не попадают под пошлину, а завозятся в миллионах тонн на Украину ежегодно. Основной поставщик удобрений в Украину, российский Еврохим, в нашу страну поставляет карбамид. А вот на российские заводы селитру для патронов. Недавно военная прокуратура Украины уличила предприятия этой компании в торговле с так называемыми ДНР и ЛНР. После этой истории ввоз продукции Еврохима в Украину запрещен, а отечественные производители начали в суде отстаивать свои интересы. На наш взгляд, формула подсчета демпинговой пошлины была неправильная. При подсчете пошлины искусственно вычли из цены газа так называемую импортную пошлину, которая якобы взымалась Российской Федерацией при продаже газа в Украину. Мы просто-напросто пытаемся вернуть назад вот эти 30%, которые были, на наш взгляд, искусственно потеряны при подсчете пошлины. Однако Еврохим тоже начал судебную войну. С начала года подал сразу несколько исков, в том числе против Министерства экономразвития Украины. Пытается через служителей Фемиды отменить пошлины на селитру и пробить дорогу на украинский рынок удобрений. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Тепло по расписанию. Отопительный сезон в Украине планируют начать с 15 октября. Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко. Сегодня он провел селекторное совещание с региональными властями. На местах отчитались, что на 100% готовы к подаче тепла. Запустить котельные могут и раньше для детских садов, школ и больниц, если температура в помещениях снизится до 16 градусов. Министр также призвал коммунальные предприятия рассчитаться за уже использованный газ. В целом на местах должны около 22 миллиардов гривен. И теперь старт отопительного сезона зависит только от региональных чиновников. Сегодня нет центрального крана, который включает опаление в городе Киеве или на центральном уровне. Сегодня кран, который включает опаление, отпускает деньги, подписывает договоры, установляет тарифы, есть на муниципальном уровне. И я бы сегодня обратился именно к местным галюмам с очень серьезной требованием, чтобы следовали за температурой воздуха на улице. Пять человек погибли во время пожаров в Запорожье. Горел нелегальный хостел. Трое, в том числе ребенок, с серьезными ожогами в больнице. Почему загорелось помещение и кому предъявят обвинения, выясняли наши корреспонденты. Пожар начался около трех часов ночи. Буквально за несколько минут огонь полностью охватил двухэтажное здание. Коридоры были обшиты горючими материалами, поэтому пожар очень быстро расповсюдживался по помещениям. Кроме того, понадобился некоторый час для отключения электроэнергии, чтобы мы могли приступить до полномасштабного гасения пожежи. В здании всего один лестничный выход. Его заволокло дымом. Дополнительных на случай пожара предусмотрено не было. Поэтому люди спасались как могли. Помогали там через окна, где было доступно. Помогали выносить. Одного из мужчин спасатели выносили уже без сознания. Голос! Голос держит! Подожди, подожди! Во время пожара четыре человека погибли. Это постояльцы из Азербайджана и охранник. Еще один умер по дороге в больницу. За жизнь еще троих пострадавших сейчас борются врачи. Среди них восьмилетняя девочка. Состояние тяжелое, но стабильное. Ребенок в состоянии средней степени тяжести. Тяжесть состояния обусловлена ожогами дыхательных путей и токсической дымовой ингаляцией. То есть ожоги кожи, скажем так, неглубокие. По словам соседей, хостел был полупустой. Появился он здесь год назад. По сути, это обычная ночлежка, которую арендатор открыл без каких-либо документов и согласований. Жили здесь в основном торговцы овощами и фруктами с соседнего рынка. Соблюдается ли в здании правила пожарной безопасности, никто ни разу не проверял. У нас куча контролирующих органов, которые не видели на протяжении, насколько мне известно, последнего года. Потому что это частная гостиница, нигде не зарегистрирована, нигде не значится. И здесь проживают люди в непонятных условиях. По предварительной информации, огонь возник из-за короткого замыкания. Открыто уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Решается вопрос о задержании виновных. А вот хозяин хостела пока дает показания как свидетель. Уголовное производство открыто не только по факту пожара, но и в отношении должностных лиц. Данил Снисор, Сергей Вендин, Александр Асачий. Подробности телеканал Интер Запорожье. Как судьи Холодницкому взятку давали или претенденты на премию Дарвина. Именно так назвал генпрокурор двух днепровских служителей Фемиды, подкупавших главу САП. На днях Юрий Лусенко обнародовал оперативное видео, снятое в кабинете Назара Холодницкого 21 сентября. На кадрах видно, как председатель Кировского суда Днепра Геннадий Подберезный и его зам Наталья Овчаренко пытаются дать антикоррупционному прокурору первую часть взятки 50 тысяч долларов. Всего судьи предлагали 300 тысяч, чтобы закрыть коррупционное дело против той же Овчаренко. Обоих служителей Фемиды задержали и взяли под арест. Бывший руководитель Днепроводоканала Константин Орел останется под стражей до 12 ноября. Так решил апелляционный суд Днепра. Экс-чиновник просил отменить меру пресечения и вернуть 3 миллиона залога, которые он уже заплатил. Напомню, прокуратура обвиняет Орла в хищении 32 миллионов гривен из бюджета. По данным следствия, часть денег он перечислил на счета частного предприятия. Еще часть потратил якобы на покупку долгов Луганского доканала. Я делал свою работу. Этот договор сэкономил предприятию средства. Но сейчас происходит вот такая какая-то, я не могу понять, какая ситуация. Кому и зачем это надо, я пока не знаю. Тримание под варпи оставили в силе. Можливость внесения заставы оставили в силе. Этой возможностью он использовал. Додатково укладывается только один обязательный, которого не было. Заявляться на выклад доследующего и прокурора. Старые троллейбусы закупила Харьковская мэрия. За каждую бюджетную машину заплатили по 2 миллиона гривен. Для сравнения новые стоят 5. Никто, возможно, и не обратил бы внимания на цену, если бы не одно «но». Точно такие же троллейбусы другим городам обошлись на порядок дешевле. Все выясняла Светлана Шекера. О пополнении троллейбусного парка харьковские власти отчитались на официальном сайте мэрии. Мол, купили 10 бэушных машин из Чехии. По 2 миллиона гривен за каждый. Все после капремонта. И прослужат еще минимум по 10 лет. В Харьковском антикоррупционном центре эту закупку проанализировали. Такие же троллейбусы, отслужившие в Европе, закупили и другие украинские города. Но значительно дешевле. Например, в Ривне за один заплатили 670 тысяч. А в Тернополе и того меньше. Около полумиллиона. Коментировать, почему так дорого обошлись 30-летние троллейбусы городу, в мэрии нам отказались. Зато в эфире новостей на местных каналах директор депо расхваливает выгодную покупку. Новый троллейбус стоит одиночный порядка 170-180 тысяч евро. И если по сегодняшнему курсу посмотреть на эту стоимость, то, конечно же, троллейбус значительно ниже. Члены антикоррупционного центра уже обратились с заявлением в полицию. Там начали расследование. Открыли уголовное производство по статье «Растрата путем злоупотребления служебным положением». На данный час на підставе ухвали суду вылучена та вивчается документация конкурсных торгів по закуплі троллейбусів. Проводятся допыти службових осіб та членів тендерного комитету. Кроме того, для визначення вартості вказанних пассажирських троллейбусів призначена та проводиться автотоверознавча експертиза. Если вину должностных лиц, переплативших за троллейбусы, докажут, им грозит до восьми лет тюрьмы. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Дякую за перегляд!